Накануне представители религиозных общин посетили Агдамские и Бординские районы. Среди них был и главный раввин, еврея в Ашкиназии Азербайджана Шниор Сигал. Он сейчас с нами на прямой связи. Здравствуйте, господин Сигал. Здравствуйте, добрый день. Я для начала хотел бы узнать, это ваша первая поездка на освобожденную от оккупации территорию Азербайджана? Да, да, это первый раз, когда я еду на освобожденную территорию. Это был очень такой чувствительный момент, зайти в то место, наконец-то видеть то, о чем мы все долгое время мечтали, то, что мы хотели и говорили и слушали. Наконец-то быть на территории, это, конечно, очень такой впечатлительный момент. И да, вчера был первый раз. Какие у вас впечатления? Как бы мы могли описать ту картину, которую вы увидели на этих землях? Я, в частности, отметила, что вы бы побывали в Агдаме. Вы знаете, это очень-очень-очень тяжело описать, но я попробую, я попробую объяснить. С одной стороны, это очень печально, очень печально пройти, посмотреть город. Это буквально, видите, как цельный город, который я читал Агдам до того, что я ехал. Я слышал про Агдам до войны, до того, что оккупировали эту территорию. И прийти в такой город, и вдруг увидеть там, что нету ни один, даже, нету здания с крышей, понимаете. Очень печально, видите, как-то, якобы, как-то город, который страшно, страшно то, что происходило за 30 лет. Ничего нету, ничего, как можно сказать, если стоит стена, ну, крыша нету. Нету ни один жилой помещение, которое может зайти, даже без ремонта, мечеть был такой. Еще, я слышал там немножко, ну, все, что видите вокруг, все в состоянии очень страшное. Это очень, с одной стороны, очень-очень печально. С другой стороны, знаете, мы люди верующие, и мы знаем, что иногда приходится смотреть на что-то, которое очень печально, но видит перспективу и видит потенциал, видит, что может там быть, и то, что там будет через сколько времени, это радуется. И бить на эту территорию, понимать, что, наконец-то, мы можем туда зайти, наконец-то, могут туда начинать восстановление работы, это радостный момент. И поэтому вот такое, такое двухстороннее, такое чувство, это, с одной стороны, очень печально видит такое страшное ситуацию на место, насколько все это реально, понимаете, я, знаете, я вчера вечером вернулся, я сидел с моими детьми и говорили, я все время говорю, что есть такое, в жизни, мы все хорошие люди, мы все стараемся делать добро друг друга, но, к сожалению, иногда, когда мы хотим что-то делать ради себя, мы иногда можем, не дай бог, наступить на кто-то другого, мы можем, я хочу себя делать хорошо, а другое получилось немножко не очень хорошо. Мы говорим, ну, это надо, надо избежать, надо смотреть, как это что-то не получилось, но иногда человек делает плохо ради плохо, ничего, просто ради плохо, ради того, чтобы было страшно другого. То есть целенаправленно это делает? Целенаправленно, вы знаете, такое ощущение, такая печаль, я говорю, у моего сына, ребят, ты хочешь что-то отобрать у твоего брата, красиво-некрасиво, ты это хочешь, но когда это тебя не нужно, зачем ты забираешь у него? Зачем брат такой цветущий, красивый город, который процветал, работал, развивал? Я сейчас не говорю о спорах, о политических точках, я говорю о человеческих точках. В общем, если ты там не собираешься жить, там ничего нету, а зачем? Там люди жили, развивались, процветали, никто не мешали. Но, с другой стороны, мы пришли туда вчера, и мы пришли, я не родился в Азербайджане, да, я гражданин Азербайджана, живу здесь, люблю эту страну, живу здесь 11 лет, но мы пришли вместе, все представители конфессии. Место, где там нету, там одна профессия, там одни люди, а мы пришли вместе. Даже в мечеть мы зашли вместе. Мы зашли в мечеть, уважаемые шейха, и все остальные мулафы там помолились, мы наблюдали, смотрели, потом мы вместе там сидели, находились вместе. Вместе, вместе. И я думаю, что это самое важное сообщение, которое приходит вчерашний день. Мы по-другому ведем себя, мы ищем дружбу, мы ищем быть вместе, мы хотим строить, мы хотим развивать, процветать. Я думаю, что это самый важный месседж, который вышел вчерашний визит, что мы пришли с позитивным намерением. Азербайджан есть с позитивной точки зрения, хочет развивать, процветать. И на этом месте, с Божьей помощью, будут жить вместе всех народов, которые там соберутся, как живут в Баку, как живут во всех территориях нашей страны. Господин Сигал, а вот как религиозный деятель, вот как вы относитесь к фальсификации армянами албанских религиозных памятников в Карабахе? И также, конечно же, уничтожению исторических памятников. Вы знаете, я, честно скажу, я пытаюсь заниматься позитивными вещами и пытаюсь читать. Поэтому я даже не смотрю на то, что кто-то другой пишет и какой-то неважной информацией. Я пытаюсь заниматься позитивом в том, что мы видим, питаться, понимать, в том, что я видел вчера. В старой мечети, в которой зажгли его, в которой внутри видно, что там жили животные. Да, фрамор, понимаете, это исключено. Это, понимаете, люди, которые могут такие вещи завершить, я не знаю, как, понимаете, как на это смотреть, понимаете, потому что я могу... Есть люди, которые спорят, несогласны, могут быть в какой-то неправильных, понимаете, отношениях. Но есть в пределах. Есть вещи, которые их перейти нельзя. Есть вещи, которые нам нельзя делать. И то, что мы видели вчера, видели вчера, что в святых местах для других людей... Хорошо, у тебя это не святое, для других это святое. Как туда запустить животное? Как это вообще может, понимаете... И это прямо видно, семья. До сих пор пахнет там. И это было очень страшно все видеть. И я надеюсь, что в скором времени мы вернемся туда еще раз. И будем видеть, наоборот, строение, процветание, развивающее. И с Божьей помощью, что это было как быстрее, что Бог дал, конечно, много богословений и силах нашу президенту и всех его командах, которые будут заниматься все это. Потому что там громадная работа надо делать. И дай Бог им силы и здоровья и много-много богословений Всевышнего. Продолжение следует...